День, здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Я продолжаю свои прогулки по Москве. Сейчас я нахожусь на станции метро Шаболовская. Улица тоже Шаболовская. И перед нами Шуховская башня. Ее тоже называют Шаболовской башней. Здесь находилось и находится телевидение, откуда очень долгое время, до появления Останкинской башни, вещали, и это была центральная, главная башня Москвы. Шуховская башня была построена в 1920-1922 годах по проекту русского архитектора, инженера, изобретателя, ученого Шухова. Ну, как я уже сказала, на улице Шаболовка в Москве. По месту расположения она также и называлась Шаболовская башня. Первый проект радио башни на Шаболовке был разработан Шуховым в 1919 году с расчетной высотой 350 метров. Из-за дефицита металла во время Гражданской войны проектная разработка была реализована по второму проекту в виде конструкции высотой 148,5 метров. С установкой двух траверс и флангшторка высота Шуховской башни достигла 160 метров. Эта гиперболоидная конструкция выполнена в виде несущей стальной сетчатой оболочки. Способ устройства сетчатых гиперболоидных башен был изобретен Шуховым. Это патент Российской империи номер 1896 от 12 марта 1899 года. Заявлен был 11 января 1896 года. Первая в мире гиперболоидная башня была им построена на Всероссийской художественной промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году. Принцип устройства таких башен использовался Шуховым в сотнях сооружений, водонапорных башнях, опорах, различных опорах линий электропередач и мачтах военных кораблей. Круглый конусный корпус башни состоит из шести 25-метровых сердцей. Нижнее сердце установлено на бетонном фундаменте диаметром 40 метров и глубиной 3 метра. Элементы башни стреплены заклепками. Строительство башни велось без лесов и подъемных кранов. Верхние секции по очереди собирались внутри нижние и при помощи блоков или бедр поднимались друг на друга. Работа по возведению конструкции неоднократно прерывалась из-за отсутствия материалов. После аварии при подъеме на четвертой секции башни Шухов был приговорен к условному расстрелу со срочкой исполнения приговора до завершения строительства. За разработку проекта оригинальной металлической башни и непосредственное участие в ее строительстве Шухов был удостоен звания заслуженного деятеля науки, техники и многих других почетных званий, в том числе и Героя труда в 1932 году. За свою длительную историю Шуховская башня служила опорой для антенн крупных радио- и телевизионных станций Московской радиотелеграфной станции, 40-киловаттной радиовещательной станции «Большой Коминтерн», а позже антенн Московского телевизионного центра. Регулярные телевизионные трансляции четыре раза в неделю через передачи Кешуховской башни начались 10 марта 1939 года. В этот день Московский телецентр на Шаболовке передал в эфир документальный фильм об открытии 18-го съезда ВКПБ в дальнейшем передачи велись четыре раза в неделю по два часа. Считается, что именно эта постройка Шухова вдохновила писателя Алексея Толстого на создание фантастического романа «Деперболоид инженера Гарина». В 1941 году в связи с начавшейся Великой Отечественной войной оборудование радиотелевизионной станции было демонтировано и эвакуировано из Москвы. С приближением немецких войск к столице металлические конструкции башни были заминированы и подготовлены для взрыва. Часть этого делать не пришлось, а спустя три года оборудование телецентра было возвращено в Москву и в короткий срок силами организации Министерства связи специалистов, энтузиастов на расчисленных МТЦ «Вещание» было восстановлено в день радио. 7 мая 1945 года в Москве состоялась первая послевоенная передача Московского телевизионного центра, которая была первой в Европе. Шуховская башня использовалась также для других радиотехнических целей. Так, в 1949 году на МТЦ появилась первая в стране передвижная телевизионная станция, созданная специалистами МТЦ с частичным применением импортных блоков, то есть ТВ-камеры с усилителями и автобус. В 1960-х годах Шуховская башня использовалась на кинозаставке, которая показывалась перед началом вещания телепрограмм. В качестве музыкального сопровождения кинозаставки использовалась песня «Москва советская» на музыку Титова и стихи Васильева. Долгие годы изображение Шуховской башни являлось эмблемой советского телевидения и заставкой многих телепередач, включая знаменитый «Голубой органек». На выставке «Инженерное искусство» в центре Помпиду в Париже изображение Шуховской башни использовалось в качестве логотипа, а в каталоге выставки было переведено многостраничное описание Шуховской башни. На выставке «Лучшие конструкции сооружения в архитектуре XX века» в Мюнхене в 2003 году был установлен позолоченный 6-метровый макет Шуховской башни. Шуховская башня стала лауреатом национальной премии «Радиомания-2007» в номинации «Радиолегенда». Ну и, конечно же, она является объектом культурного наследия Российской Федерации. Сейчас Шуховская башня признана международными экспертами одним из высших достижений инженерного искусства. И Шуховская башня названа в числе семи архитектурных шедевров русского авангарда, рекомендованных для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Такая история Шуховской башни. А сейчас я вам покажу один памятник, который сразу вроде как незаметно. На самом деле здесь очень большая история. Он находится здесь рядышком, прямо возле этой башни, во дворе школы, нынешней школы. Это анкерный башмар технологической растяжки радиоантенны. Это памятник истории радиобаза Горз на Дровяной площади. Этот блок входит в мемориальный комплекс военно-инженерной истории Горзы на Дровяной площади. Эта территория до Великой Октябрьской революции была обычным полем, где продавали дрова. Здесь был Дровяной базар, поэтому она называлась Дровяная площадь. На данный момент здесь находятся закрытые дворы, спортивные площадки средней школы номер 600. В 1918 году это поле заняли государственные объединенные радиозаводы Горзы, разместив на территории комплекс радиотехнических и электротехнических мачт с целой сетью растяжек антенн. И внизу на земле мачтовые растяжки крепились технологическим анкером яркаря. И вот здесь, между Шабаловской и Мытной улицей, вдоль всего Сиротского переулка, сейчас эта улица называется улица Шухова, стояли радиомачты. И в 1922 году была возведена радиобашня Шухова, и мачта и башня работали в единой системе, соединенной между собой траверсной антенной. В 1930-х годах радиоантенны переместились с дровяного поля на другую территорию, некоторые бетонные сооружения остались неубранными. Вот это как раз один такой блок. Во время Великой Отечественной войны к этим анкерам крепились зародительные аэростаты, которые здесь же и базировались, чтобы защитить комплекс Шуховской башни и небо от немецкой авиации. До начала 1990-х годов было два таких якоря. Один анкер существует до сих пор, а второй был частично разрушен. Вот такая история. Так вот, проходя мимо, даже не заметишь такую историческую достопримечательность небольшую. Ну и когда я уже здесь погуляла возле Шабаловской башни, походила, посмотрела, я вышла вот в такой замечательный сквер. Сквер на Хавской улице. Этот сквер был создан после окончания Виго-Отечественной войны в конце 1940-х годов в качестве мемориального безымянного сквера на месте старого московского рынка Дровяная площадь, уничтоженного прямым попаданием немецкой авиабомбы, что привело, конечно же, к гибелям сотрудников рынка, к сожалению. И вот здесь вроде как где-то мемориал, но я его не нашла. Вот я здесь просто шла. Мне вообще показалось, что это просто обычный сквер, который находится возле жилых домов. Ну, знаете, бывают такие вот скверы, такие прогулочные. Но потом, когда я уже дома изучала в интернете, что это за сквер, как это, что это, я вот обнаружила, что здесь какие-то мемориальные есть прошлое у этого сквера и настоящие, но каких-то скульптур, мемориальных или монументов я здесь вот не знаю, не нашла. Но зато я здесь увидела вот такие чудесные качели. Скульптур был капитально реконструирован в 2018 году. Он входит в парк, в список парков Москвы. Вот, и, конечно, сейчас здесь видно, что он очень изменился, наверное, так полагаю, что недавно совсем, да, вот в 2018 году. И вот прям все такое новенькое, все такое свеженькое. И здесь очень приятно гулять. И думаю, что для жителей ближайших домов это очень приятное место для прогулок. И вот, я не знаю, я прошла, по-моему, весь сквер, может быть, там где-то в глубине еще, где-то там, он небольшой этот мемориал стоит, потому что здесь вот сколько я шла, я ничего такого не обнаружила. Ну, а на сегодня это все, это вся прогулка. Я надеюсь, вам было интересно погулять со мной. Вот там, может быть, монумент есть где-то перед входом. Надеюсь, вам было интересно погулять со мной по улицам Москвы с утра. Это я здесь была достаточно рано утром, в 8 утра, и показала вам Шабаловскую башню. Я думаю, вам было это интересно, потому что это было интересно мне. Я давно, конечно, знала про эту башню, ее видела и читала. Ну вот, поделилась с вами своей прогулкой здесь. Всем спасибо за просмотр, всем всего самого-самого доброго. Как всегда, я желаю вам здоровья, добра, удачи, благополучия. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok